Не забывайте ставить лайки на видео и подписываться на канал, чтобы помочь ему в развитии. Также попрошу вас в комментариях написать, какую консоль вы собираетесь купить. Xbox Series X или PlayStation 5? Спасибо и давайте начнем. Все мы знаем, что выход консоли девятого поколения уже на носу. Но, к сожалению, про них информация полностью все еще не раскрыта. И в принципе из-за этого видос предварительный. Но несмотря на это, большинство геймеров уже задаются вопросом. А какую же консоль приобрести в новом поколении, а именно под конец 2020 года? Давайте разбираться. В принципе выбора у нас немного. Либо PlayStation 5, либо Xbox Series X. Когда точно и что из себя представляет секретная консоль Xbox Series S мы не знаем. Поэтому ее брать во внимание пока не будем. Вообще новые консоли по сравнению с предыдущими будут обладать такими возможностями, как бесшовность игрового процесса, быстрый запуск игр, трассировка лучей. Ну а также у новых консолей будет возможность запускать игры в 4К при 120 FPS. Что касаемо самой графики, у кого лучше, у кого хуже, тут на данный момент никто не может вам точно этого сказать, поскольку не было детальных сравнений. То, что говорят цифры и слухи, это не всегда может оказаться схожим с личным опытом. Поэтому опираться на это не стоит. В данном видео мы опустим эту тему, ну а также опустим тему железа консолей, поскольку по моему мнению, железо это не то, на что надо обращать внимание при выборе консолей. В данном случае мы рассмотрим игры на старте, известные нам функции и тому подобное. Сразу скажу, что явного ответа на вопрос, какую консоль лучше всего взять, не существует. И поэтому что-либо брать я рекомендую вам, исходя из своих предпочтений. И давайте начнем с параметров PlayStation 5. Плойка пятая, так же как и Xbox Series X, должна будет обладать трассировкой лучей и 4К разрешением с возможностью игры в 120 FPS. Первой такой игрой станет Dirt 5. У этой консоли, по сравнению с той же PlayStation 4, есть новый геймпад, который обзавелся новыми функциями. Во-первых, геймпад поменял визуальный стиль, а во-вторых, получил такие интересные функции, как тактильные ощущения и адаптивные курки. На данный момент сложно сказать, как будет реализована данная функция и будет ли она во всех играх, но по словам тех, кто уже опробовал, сказали, что это здорово. Играя на данном геймпаде, вы будете чувствовать сопротивление ветра, грязь, электричество, натяжение лука и прочие эффекты, которые будут в играх. Если что, гироскоп и сенсорная панель также остались. Геймпад будет со встроенным аккумулятором, а также имеет динамик, как в прошлой модели для интерактива в играх, и микрофон, который позволит вам разговаривать со своими друзьями без специальной гарнитуры. Также у PlayStation 5 должна быть обратная совместимость и совместимость с геймпадами PlayStation 4. Но тут есть одно но. Геймпады от PlayStation 4 будут работать только в играх от PlayStation 4, а какие именно игры будут доступны по обратной совместимости, сказать сложно. Но по информации их будет достаточно, и могу предположить, что обязательно должны завести эксклюзивы PlayStation 4. У самой консоли будет поддержка VR-шлема. Если что, на State of Play нам явно дали понять, что тот же Hitman 3 будет иметь некие миссии с поддержкой этой технологии. Что касаемо игр, у Sony осталась та самая жесткая позиция эксклюзивов, и поэтому и на новой консоли будут игры, которые выйдут только на эту консоль. Одной из таких первых игр будет Spider-Man. Если что, это не прям новая часть, это некий спин-офф, который будет сравним со спин-оффом Анча. Поговаривают, что данная игра будет продаваться вместе с первой частью, которая получит улучшение. Что касаемо других эксклюзивов, некрупные проекты, возможно, выйдут до конца 2020 года. Что касаемо подписок, пока это держится в тайне, официальной информации еще нет, но можно предположить, что будет такая же тема, как и у PlayStation 4, поскольку ваш аккаунт 99% перейдет в новые поколения. Также у PlayStation 5 будет версия без дисковода, которая нужна будет для тех, кто хочет сэкономить, и для тех, кто пользуется исключительно цифровым контентом. И, пожалуй, это все отличия и известная нам официальная информация. Если я вдруг что-то забыл, то напишите об этом в комментариях. Теперь же о параметрах Xbox Series X. Xbox нового поколения, так же как и PlayStation 5, будет по мощности превосходить старое поколение и показывать намного лучше результаты. Что касаемо геймпада, в новом поколении в нем нет заметных визуальных изменений, кроме как крестовины, пупырышек на кругах, чуть измененных стиков и кнопки поделиться. А так это практически тот же самый и многолюбимый всеми геймпад от Xbox One. Кстати, в отличие от ситуации с геймпадами у PlayStation 5, у консоли Xbox Series X вы без проблем можете подключить абсолютно все геймпады от Xbox One и продолжать в них играть как в старые игры, так и в новые. То есть в этом ограничений у Xbox нет. Также нет ограничений в питании контроллера. Кеймпад все еще имеет возможность работать от батареек или от купленного отдельно аккумулятора. Что касаемо функции консоли. Будет возможность держать на фоне сразу несколько игр и переключаться между ними практически мгновенно. Будет обратная совместимость со всеми поколениями Xbox, включая Xbox Original, Xbox 360 и Xbox One. Ну а также есть функция Smart Delivery, с помощью которой некоторые новые игры будут получать улучшенную версию для новой консоли совершенно бесплатно. Также и старые некоторые игры будут работать с подбором.